Продолжение следует... Продолжение следует... Интересные олимпиадные задачи математики. И вторая часть у них состоит из английского языка. Здесь младшеклассники познают азы физики наглядно. На опытах проверяют, какие предметы тонут, а какие нет. Интерес к сложному предмету поможет его понимать в средней школе. А для кого-то станет первым шагом в профессии. И, возможно, в будущем они будут воплощать в жизнь собственные проекты, как это делают студенты. Всего в прошлом году грантовую поддержку получили 15 проектов ЧГУ. Мы проводим массовые акции и мероприятия, которые посвящены тому, чтобы привлечь как новых доноров, а также чтобы у людей, которые ранее сдавали кровь и ее компоненты, не пропал интерес именно к задачи крови. Чтобы молодые люди после вуза реализовывали себя здесь, в республике, они стремились в центры страны. Им нужны возможности и инструменты. Как сформировать тренд на децентрализацию молодых талантов, обсуждали во время дискуссии. Одно дело, если уезжают учиться в элитные вузы и возвращаются на родину со знаниями. У нас не борьба какая-то, не нажись на смерть с столичными вузами, а наоборот дружба. Ну, например, кафедру колесных и гуточных машин сегодня возглавляет по совместительству. На первых порах мы договорились с Баумантой. Их профессор, собственно говоря, любезно согласился нам помочь в организации нового направления. Новые условия диктует время. Некоторые профессии, еще 10 лет назад, бывшие на пике популярности, сейчас уходят в прошлое. Сейчас очень много поменялось. Интернет, например, дает огромное количество возможностей для работы, не связанных с необходимостью уезжать куда-то. Вообще новые профессии и специальности, которые входят в нашу жизнь, их огромное количество. Одно из перспективных направлений в Чувашии – альтернативные источники энергии. Также не хватает ответственных крупных предпринимателей. Российские и республиканские гранты для молодых специалистов не имеют территориальной привязки. Это относится и к другим регионам России. Студенты со всей страны тоже могли участвовать в дискуссии. Онлайн-трансляция велась ВКонтакте. К спикерам обращались из Нижнего Новгорода, Приморского края. Звучали вопросы и от активистов ЧГУ. Что мне конкретно нужно делать, как молодому ученому, для того, чтобы привлечь молодежь из Москвы, других регионов, других стран в Чувашскую республику? Мы создаем для вас и для тех, кто сюда хочет приехать, благоприятную среду. Вот я ответственно могу сказать, мы по вопросам экологии, по экологической безопасности входим в число 10 лучших регионов в Георуссии. Качественные услуги в медицине оказывают в шаговой доступности и в городе, и на селе. Образовательная среда, объекты физической культуры и спорта. Все в шаговой доступности. Студенты интересовались и тем, как лучше реализовать свои проекты. Высказывали предложение чаще проводить в республике молодежные федеральные мероприятия. Из ближайших осенью в Чувашии пройдет всероссийский конкурс «Мисс и мистер студенчества». И все же никакие уговоры остаться не заменят личные примеры. У меня нет никаких причин уезжать отсюда, потому что Чувашская республика и Чувашский госуниверситет предоставляют мне все возможности для того, чтобы я могла спокойно тренироваться и учиться здесь. Также мой тренер живет и работает также здесь. И, в принципе, мне предоставляют все условия, и я всем очень довольна. В завершении встречи за достигнутые успехи наградили активистов. Им вручили благодарности от руководителя дирекции по подготовке и проведению года добровольца. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.